Вот так с молотком в руке встретила нас Гульсинопа. Женщина пришла из лугов, вывела туда свою живность по лакомнице свежей травой. Теперь следующая ее задача – сесть за руль любимой техники и привезти сено. Вожу уже более 7 лет. Помню, как-то поехали за сеном. Я села на тележку, за рулем был молодой парень. Я все внимательно смотрела. Сено погрузили, я села в трактор и обратно поехала сама за рулем. С тех пор вожу только сама. Внутри героини сюжета, которая на первый взгляд кажется железным сердцем, все же живет нежная дама. Об этом свидетельствуют изделия ручной работы, которые можно увидеть во всех уголках ее дома. Эту тибетейку мужу подарили как батыру поля. Она долго лежала без дела. И я решила ее украсить. Вот что получилось. Мастерство рукоделия досталось гульсинеопа от матери. Их родительский дом всегда был украшен вышитыми изделиями. Сама начала вышивать еще когда училась в начальной школе. В работе используют яркие нити шали. Вот так вытягиваю нить из шали. Она намного прочнее, чем мулине. Кроме того, гульсина Сайфина еще и плетет коврики. Использую и мочалочную нить, и шерсть. Начинаю плести с середины. Требуется один-два дня, чтобы получить готовый коврик. Летом уделить время вышивке и вязанию у женщины почти нет возможности. Героини сюжета больше времени проводят в саду, ухаживать за крупным рогатым скотом. Многогранная гульсина Сайфина с нетерпением ждет, когда похолодает, и она наконец сядет за любимое хобби. Гулина Гельмолина, Алмаз Камалеев, Ильюза Нургалеева. Новости Татарстана.